К нам поступают тревожные новости, которые в этот раз касаются Моргенштерна, в частности его здоровье и карьеры. Кажется, сегодня есть немало вероятность того, что Алишер действительно может завершить карьеру. По крайней мере, мы не услышим ничего нового от Моргена еще очень и очень долго. Именно так мы и хотели начать этот ролик, пока досконально не разобрались с ситуацией и не наткнулись на опровержение. Сегодня мы расскажем вам, как карьера Алишера в очередной раз ложно оказалась под угрозой, а также попытаемся понять, при чем здесь его с Минни Моргенштерн. Поможет нам в этом непростом деле битмейкер Ронни, его музыку сейчас вы слышите на фоне видео. Парень делает лучшие биты по самым доступным ценам, ссылка на него будет в описании. Ну а мы перейдем к лже-тревожным новостям про Алишера, который приходит прямиком из Австрии. Перейдем сразу к новости. Наверное, вы помните, что не так давно Алишер в своих историях постил довольно тревожное сообщение, которое гласило примерно следующее. Тогда, 4 дня назад, не все обратили внимание на это сообщение. Мало ли что могло произойти с Алишером, ведь пандемия до сих пор гуляет по всему миру. Может и рэпер стал ее жертвой. Но все это время никаких подтверждений или опровержений того, что это именно инфекционное заболевание, не было. И вот сегодня утром все тоже с Минни Моргенштерн пишет следующее. Цитата. Жизни и здоровью Моргенштерна больше ничего не угрожает. Моргенштерн, получивший черепно-мозговую травму и ушиб легких, находясь на горнолыжном курорте Тауптлиц в Австрии, полностью восстановился от травмы. По словам австрийских врачей, только хорошая спортивная подготовка помогла ему избежать трагических последствий. Пока что он принял решение приостановить карьеру и будет вести некоторое время непубличный образ жизни. Конечно, мы рады, что с Алишером все в порядке. Но вот последнее предложение очень тревожное. Неужели все было настолько серьезно, что Моргенштерн решил всерьез приостановить карьеру, которая только-только снова пошла вверх? Да, рэпер все еще находится вне России. Выше приведенные сторис были сделаны, скорее всего, в Молдавии. По крайней мере, так говорят некоторые источники. Алишер не торопится возвращаться на родину, о чем пел также в последнем треке «Почему». Видимо, после Молдавии артист решил отправиться на горнолыжный курорт в Австрию, где и получил серьезные травмы. Насколько можно верить таким раскладам? Кто-то может сказать, что все это походит на очередной пиар-ход от Алишера. Ведь он снова пропал из соцсетей и лишь изредка постит что-то шокирующее по типу сообщения «Я умер». Со стороны может показаться, что Моргенштерн действительно сейчас возьмет очередную паузу, а потом выстрелит с каким-нибудь новым треком или клипом, которые на фоне раздувшихся новостей о проблемах со здоровьем соберут небывалые цифры. К тому же у нас перед глазами есть как минимум два примера того, как Алишер проворачивал подобные схемы. Первое – это его рекламная кампания для трека и клипа «Дула». Перед тем, как выпустить этот клип, Алишер очень искусно поддерживал слух, что его забрали в армию и тоже пропадал из социальных сетей. Все это, как вы помните, от и до оказалась постановкой, дабы рекламный трек зашел хорошо. И Алишер тогда смог добиться своего. Второй пример – это его внезапный выезд за границей РФ после того, как Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета нашей страны, публично обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в социальных сетях. Нельзя сказать, что в этом случае все было спланировано Моргенштерном, но он очень искусно воспользовался сложившейся ситуацией. Тогда он тоже ушел в тень, ничего не писал в социальных сетях и никак не комментировал обвинения в свой адрес. Он тоже создавал видимость завершения карьеры, но внезапно вернулся с треком «Домой», который закономерно порвал чарты. Как оказалось, Алишер действительно всех разводил. Чуть позже в его ТГ-канале «Не Моргенштерн» появился пост, рассказывающий о том, что в Австрии действительно получил травму Моргенштерн. Но не Алишер Моргенштерн, а Томас Моргенштерн, австрийский спортсмен. Сделано это было специально для того, чтобы посмотреть, какие СМИ среагируют на фальшивку и пойдут копировать новость, не проверяя информацию. Собственно, весь пост и был посвящен тому, что многие СМИ работают, не проверяя первоисточники. Так или иначе, получилось у Алишера все это довольно правдоподобно, ведь и проблемы со здоровьем у него действительно были неоднократно. Так что поверить его госпитализацию было несложно. Вспомните, что он говорил Дудю. Цитата. Недавно у меня случился первый приступ из-за веществ. Где-то месяца 2-3 назад, когда монтировал клип Кадиллак. Сначала вызвал капельницу, меня прокапали. Врач сделала все замеры и сказала, у тебя сейчас, наверное, сердце встанет. У меня пульс то 170, то 140, давление 220, а норма 120. Скорая откачивала, уколчики делала. Вот после такого неудивительно, что Алишер начал вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Последнее, судя по сообщению с телеграм-канала Неморгенштерн, и сейчас помогло ему выжить и сохранить здоровье. К слову, эту же историю он рассказывал и Дмитрию Гордону. А, да, вот за этот укол магния, и вот, да, единственный, наверное, вообще в моей жизни случай, когда я был, вот, чувствовал, что вот сейчас вот, может, все кончится, да. Сколько тебе лет тогда было? Так это год назад было. Я тогда монтировал клип Кадиллак. 22 года. Да. Скажи, пожалуйста, ты почувствовал, что это звонок и больше нельзя связываться? Нет. Почувствовал звонок только неделю назад, наверное. Но сейчас надо обсудить еще одну возможную причину появления такого сообщения. И касается это в первую очередь самого издания Неморгенштерн, которое, откровенно говоря, вызвало споры среди коллег по журналистской профессии. Есть вероятность, что Алишер создал это СМИ под давлением, и, возможно, он и сейчас ушел в тень тоже из-за внешнего давления. Давайте зайдем немного издалека. 10 января Неморгенштерн заявил об открытии нового медиа. Он зачистил все посты в своем телеграм-канале с приблизительно 370 тысячами подписчиков. Переименовал его в ней Неморгенштерн и поставил аватарку с красным вопросительным знаком на белом фоне, пародирующую символику Навального. Было заявлено намерение создать, цитата, «самое прогрессивное, свободное с миру на это с классными мемасами». Но понаблюдав за развитием нового канала где-то с неделю, у многих профессионалов из этой сферы возникли вопросы. Ведь СМИ у Алишера получилось довольно странным. Для анализа этого новоиспеченного ресурса портал The Flow пригласил Дарью Носову, сооснователя ТГ-канала «Осторожно новости». И вот что Дарья сказала про канал Неморгенштерн. Цитата, «В телеграмме очень много каналов подобного рода. Для запуска очередного нужна либо уникальная концепция, либо очень качественная проработка, либо очень хороший медийный ресурс. У Моргенштерна есть третье. Если его канал останется вторичным, но станет самым большим и читаемым, его ли это проблема? Сюда же вопрос про издание второго эшелона. Это вообще не издание. С чем мы будем сравнивать его канал? С рифмами и панчами? Или с медузой, ныне включенной менюсом в список иноагентов? Или с The Flow? Сравнить тяжело, согласитесь. Если он приведет его в божеский вид, найдет нормальную команду, которая слепит из того, что есть что-то вменяемое, он легко может стать первым в своем разряде. Казалось бы, эксперт даже хвалит новые СМИ Алишера. Но на вопрос про выбор тем для нового канала Дарья ответила следующее. Цитата, «Выбор тем у Моргенштерна чудовищен, и именно из-за него у меня в голове только одно объяснение происходящего. Моргенштерна прижали. Он должен создать большой ресурс для детей и подростков, чтобы со временем начать продвигать там нужные идеи. И в преддверии выборов 2024 года, и вообще». Это теория заговоров, конечно, но не такая уж немыслимая. Плюс ничего иного мне на ум не приходит. В Телеграме за рекламу готовы платить, и зарабатывать там можно существенно. Если его канал останется в таком виде, реклама крипты и ставок – это его потолок. Если, как было сказано выше, он сможет найти команду и привести весь этот балаган в приличный вид. К нему пойдут и банки, и компании, и корпорации. Ну а если допустить, что я права про принудиловку и 2024 год, то политическая реклама его легко выведет в плюс. В общем, как мы видим, есть вероятность того, что новый ресурс от Моргенштерна – это не попытка сделать что-то качественное и высокопрофессиональное, как, например, у Скриптонита с его Кармаполитеном. Это вполне может быть продолжением политических интриг, в которые Моргенштерн впутался еще в конце прошлого года. Вполне может быть, что во многом из-за этого он и уехал из страны, а также и сейчас ушел в тень. Если посмотреть, то сегодня у Алишера проблемы практически со всех сторон. Не так давно он купил криптовалюту Тонкоин на сумму 10 миллионов рублей, в надежде, что эта крипта в цене не упадет. Но на фоне последних заявлений Министерства финансов, стоимость всей криптовалюты начала резко падать. Возможно, и Моргенштерн из-за этого потеряет приличную сумму денег. Вот такой развод получился у Алишера. Как вы думаете, зачем он затеял войну с информационными ресурсами? Пишите ваши догадки в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!